если бы мы сегодня сделали чтобы люди угадали кто наш гость программа никто бы не угадал потому что екатерина сергеевна у нас уже не первый раз и сегодня мы поговорим наверное не екатерин сергеевне как о личности в художественной гимнастике а екатерина сергеевна поможет вместе со мной вашей слугой разобраться в таком непростом и большом как сказать направлении в художественной гимнастике как юные гимнастки на примере соревнований которым сейчас готовится вся россия и все сильнейшие девочки пред юниорки здравствуйте огромным удовольствием привет будем разбираться вместе если мы говорим юные гимнастки вот что мы подразумеваем давай поиграем в ассоциации вот мы начинаем перечислять на свои юные гимнастки первое приходит на ум нам наверное соревнования все-таки до всероссийские которые очень популярны или нам приходит на ум сборы перспективные дети или просто вот например твоей группы гнп что приходит нам вот я говорю юные гимнастки твоя ассоциация соревнования соревнования все-таки это самый популярный проект для наших юных гимнасток на данном этапе да но многие не понимают что это как туда попадают и да и почему он такой популярный не понимают но очень стремятся там вообще все и борется за это место как за золотую долгожданную важную медаль а чем вы связываете такое такое желание попасть туда это стартовая площадка действительно очень важная это такая наверное одна из первых возможностей показать себя миру художественной гимнастики заявить о себе если угодно екатерина сергеевна вы себя как тренера помните на этих соревнованиях и что для вас были эти соревнования но удивительно это было испытание я очень хорошо его помню потому что это был наверное такой глобальный провал для меня как для тренера причем привезла я такую команду ржд составе команды была маргарита мамун в составе команды была каролина севастьянова анастасия назаренко и мы просто потрясающие результаты продемонстрировали 62 место 64 53 но о том как сложилась судьба этих замечательных гимнасток мы знаем и конечно же когда мы так скажем неудачно выступили и получили вот эти цифры в финальном протоколе я очень расстроилась у меня прям буквально опустились руки потому что когда мы тренеры молодые мы же очень амбициозные нам хочется здесь и сейчас ждать мы не готовы все немедленно и кажется что ты столько работал вот пожалуйста мы же заслужили сколько оригинальных элементов придумали какие красивые дети оцените а вот по оценкам вышло все совсем иначе но это здорово потому что когда ты делаешь вот эти несколько шагов назад у тебя есть возможность разбежаться наверное для многих из нас так и получилось так и стал но и при этом мы знаем что девочки которые там входят в шестерку там кто побеждает на юном гимнастике это имена которые в дальнейшем часто говорят о себе как о звездах уже мировой художественной гимнастики многие гимнастки которые выиграли соревнования юные гимнастки многие гимнастки многие юные гимнастки которые заявили о себе и поднялись на высшей ступени педестала почета этих соревнований в будущем стали звездами художественной гимнастики александра Солдатова, Лала Крамаренко, Анна Попова, Юлия Синицына, Дина Арина Аверин. Это наши звезды. Это сейчас те, на кого равняются миллионы новых юных гимнасток. А начинали тогда, и это, наверное, была тоже для них какая-то очень важная золотая медаль. А вы знаете историю создания этих соревнований? Потому что они изначально были, как сказать, таким проектом, который не был в регламенте Всероссийской Федерации. То есть это что-то было новое, и которое, наверное, в тот период не все понимали, для чего он нужен. Ну, все очень хорошее когда-то было новым. На самом деле на одних соревнованиях, я не помню, наверное, это было все-таки в Казани. Я смотрела юные дарования, они выступали друг за другом на помосте, я сама задалась этим вопросом. А, собственно, на истории этих соревнований, когда они начались, как они появились. Мы тогда с Гаяной делали мой инстаграм, я позвонила ей и попросила ее как можно больше информации собрать об этих соревнованиях. И вот она столкнулась с такой же трудностью, она говорит. Екатерина Сергеевна, мне трудно, я не могу, ничего нигде не написано об этом. Я предложила ей, давай проведем свое расследование сейчас. И поговорим с Мариной Говоровой. Я ей позвонила Марине, попросила ее дать нам такое маленькое интервью и узнать об этих соревнованиях побольше. И вот Мариночка нам рассказала, мы в инстаграме сделали публикацию, кстати, она оказалась очень популярной, собрала очень много лайков, и было видно, что это людям интересно, не только нам с тобой. Вот ты озадачивалась этим вопросом, да, как это все началось. Я на определенном этапе тоже удивилась, а как же так, мы об этом вроде бы как-то и не знаем. Но я думаю, что если мы сейчас с тобой задумаемся, когда произошел первый чемпионат России, вряд ли мы тоже блеснем знаниями, да, какого числа, какого месяца впервые эти соревнования появились. Но я точно знаю, что это была идея Мариночки, идея прекрасная для юных гимнасток, которые, может быть, в силу того, что пока недостаточно крепкие, недостаточно сильные, не могли отобраться надеждой России, попасть на всероссийские соревнования от субъекта. Вот такие соревнования получились, возникли, она выступила с этой идеей, идея прижилась. И сейчас мы имеем такие популярные соревнования, желанные для миллионов девочек. Потому что, ты знаешь, на сборах недавно, ну, задала вопрос, какая мечта, какая цель. Потому что очень важно, чтобы у ребенка была цель. И правда, она должна быть такая маленькая. Вот ты пришла на тренировку в зал, а ты приходишь с какой-то целью, чтобы тренировка была продуктивной, а ты должна четко понимать, что ты на этой тренировке хочешь. Вот с конкретной какой-то задачей. Это совсем вот такая коротенькая цель, да? Должна быть более длинная, например, на предстоящий соревновательный год. Что ты хочешь, каких результатов добиться? У тебя будет целая серия стартов, соревнований, учебно-тренировочные сборы, мастер-классы. Это тоже такая, да, длинная, по сути, работа, но в каком-то промежутком времени. Какая у тебя цель на год? Тоже сформулируй ее, пожалуйста, пойми. Ну и, конечно же, глобальная цель. Что ты хочешь в итоге от занятий художественной гимнастики? Вот ты каждый день приходишь в зал, ты тренируешься. Сколько спрашиваешь детей? Почти все говорят 6, 8, 9 часов. Правда, ты знаешь, и гимнастки разного уровня подготовки называют эти цифры. То есть 6 дней в неделю они приходят в зал к своим тренерам, занимаются по 6-8 часов. Их тренеры тоже занимаются по 6. Их тренеры, что характерно, тоже. И вот когда ты задаешь простой вопрос, для чего? Для чего? Какая у тебя цель? Назови ее, пожалуйста. И я часто слышу, что тишину. В этот момент они вдруг, по-моему, впервые задумываются. Зачем? Они каждый день идут в зал, преодолевают столько трудностей и невзгод, даже не понимая, почему. И вот первое, чему я учу их, когда они уже попадают на учебно-тренировочные сборы, когда они попадают на мастер-классы, это в первую очередь определиться со своими задачами. Потому что если ты не понимаешь, и как слепой котенок, ты, если не понимаешь, как вселенная поймет, в чем тебе помочь? И чем тебе помочь? Если ты не сформулировал, не понял свою цель. И вот этому мы учимся в первую очередь. И вот сейчас у нас есть первые результаты. Недавно девочка мне говорит, да, у меня есть цель, я хочу попасть на соревнования всероссийские юные гимнастки. Я хочу быть в составе команды своего спортивного общества. Цель хорошая, прекрасная, потому что она достигнет этой цели, и, соответственно, здесь уже появляется шанс на то, чтобы сформулировать новую. И так и должно. Ступенька за ступенечкой вверх к своей большой глобальной цели. А вот здесь уже надо быть смелой, амбициозной, ничего не бояться и загадывать уже так масштабно. То есть юные гимнастки — это определенный маяк для маленьких девочек, куда они стремятся. И вы сейчас затронули, как туда попадают. То есть такие непонятные цифры, понятное дело, тренеру, который работает и планирует там выступать. И когда будет выпуск, надеюсь, мы отберемся. Я вам желаю отобраться. Это всегда лотерея. Это точно. Мы... И мы знаем, что это по спортивному принципу. Это по спортивному принципу. Это совершенно четкие, правильные, вводные от главного тренера сборной команды России по спортивному принципу формировать команду для этих соревнований. Это честно. Это честно. То есть кто туда отберется, как туда отобраться? Из простого точно мы знаем, что туда отбираются предъюниоры. В этом году это 12-й год рождения и 11-й год рождения. И 11-й, да. Гимнастки 2012, 11 и 13-го годов рождения в этом году примут участие, да, в соревнованиях юные гимнастки по первому взрослому разряду. Как туда прийти? С чемоданом мы приедем. Вы же нас не возьмете, правильно, на юный гимнаст? Конечно, не возьмем. Потому что вы должны приехать в составе делегации. Вы должны приехать в составе команды своего спортивного общества. А спортивное общество, в свою очередь, проведет тоже глобальный отбор. И, кстати говоря, это такие огромные масштабные соревнования. Там участников в 4 раза больше, чем на всероссийских соревнованиях юной гимнастки. То есть это вот, как мы и говорили, через три сита. Сначала общество должно проредить, выбрать лучших. Ну и потом уже они попадают на всероссийские соревнования юной гимнастки. Мы еще раз смотрим на них, определяем лучших. Потом уже еще смотрим на надеждах России. И так у нас потихонечку, да, попадаются одни и те же лица. И мы уже плюс-минус понимаем, кто будет в составе сборной команды страны. Молодежной. То есть я немножко позанудствую. Как ребенку из любого города, ну, город Н, попасть на юный гимнаст? Для начала в городе Н надо определиться с тренером, в каком спортивном обществе вы будете состоять. За какое спортивное общество вы будете выступать. Это первое. Ну, потом уже, наверное, я не знаю, вот у меня есть Спартак, и я помогаю, имею отношение к трудовым резервам. Конечно, вот у нас есть определенные правила. Вот вы вступили, пожалуйста, год выступайте, и через год вы уже можете войти в состав команды, отобраться на всероссийские соревнования. Юные гимнастки или надежды России, потому что у спортивных обществ, мы знаем, есть такие возможности. Представить своих гимнасток на этих соревнованиях. То есть на юных гимнастках, так можно сказать, на соревнованиях выступают гимнастки не за себя, как не за город, а выступают именно за общество. Ну, у нас же, да, именно за общество, не за город. Саму структуру мы хотим объяснить. Да, конечно, это ДСО-ведомство, конечно. Мы выступаем за общество на юных гимнастках. То есть мы знаем, что когда это только начиналось, это было даже 20 гимнасток. Я не помню, в каком году начиналось с этого. Была достаточно большая команда. А потом стало меньше. И по возрастам награждения мы поняли, что было еще. По возрастам награждения, да. И это, кстати, очень хорошо. Это очень здорово. Это прекрасная традиция, и можно на самом деле в этом направлении подумать, да, и внести какие-то коррективы уже в нынешнюю ситуацию, потому что это хорошо. Но нам есть чем гордиться, потому что с прошлого года я выступила с инициативой и обратилась к Ирине Александровне, чтобы у нас проходили финальные соревнования. И они прошли впервые в Ульяновске. Это было очень круто. Мы увидели финалы среди юниоров. И, честно говоря, в момент, когда это происходило, я чувствовала большую радость и гордость, потому что все-таки финальные соревнования – это совершенно другие эмоции. На трибунах уже был азарт. Уже было шумно, уже было классно. Уже все болели за своих, потому что, да, ну, кто-то отобрался, кто-то, понятное дело, стал в этот момент болельщиком и зрителем. И какие были овации, все за своих гимнастов, конечно же, болели, ну, на полную катушку. И в такой атмосфере я увидела совсем другими наших юниорок. Они были окрыленные. Они уже почувствовали себя взрослыми. Они уже почувствовали себя известными, важными. Когда за тебя болеют, кричат, шумят, да, Алина, давай, да, Яна, вперед! Вот это все такое уже взрослое. Они уже на серьезных соревнованиях. Здорово. И, конечно же, у них открылось второе дыхание. Выступали они некоторые так, что это было просто любо-дорого лицезреть. Да, я помню, я в этот момент вела прямой эфир, и у меня было очень много в этот момент просмотров, потому что людям правда интересно, и мне кажется, если сравнить с чемпионатом России, то юные гимнастки опередят, потому что количество детей, занимающихся в этой возрастной категории, количество родителей, которые наблюдают их. Да, количество вовлеченных самое большое, это правда. И было, правда, очень интересно. Ну и согласись, для привлечения, например, даже аудитории, да, к нашему виду спорта, ты понимаешь, что если соревнования идут, например, целый день с утра до вечера, и выступает там 200-230 человек, очень трудно заставить даже любителей художественной гимнастики посмотреть их все целиком. И увидеть там, например, какую-то наиболее понравившуюся гимнастку. А когда люди даже слышат слово «финалы», они понимают, что они уже увидят лучших из лучших. Это уже само по себе интересно. И в этих финалах. Почему это еще здорово? Мы же понимаем, что когда ты такой маленький, да, еще совсем хрупкий спортсмен, прошел 3-4 дня соревнований, каждый раз, собираясь, преодолевая волнение, да, собирая свои силы, что-то получилось, что-то не получилось, и здесь у тебя финал, у тебя шанс, еще один. И совсем другие волевые качества мы наблюдаем на ковре, да, кого-то хватает на длинную дистанцию, кого-то пока нет. Мы уже видим, кто боец до конца и уже готов на любую жертву, но только свою медаль урвать. Они тоже открываются с новой стороны для своих наставников, для меня, например, как для старшего тренера юниорского состава сборной команды нашей страны. Я тоже уже вижу, ага, вот это будет бороться до конца. А здесь еще надо доработать, а здесь нужно побольше стартов для того, чтобы девочка привыкла к этому адреналину. Это не так-то просто. Я очень благодарна Ирине Александровне за то, что она дала нам такую возможность, потому что с самого начала, когда эта инициатива поступила, я понимаю, что для многих тренеров, которые привезли команды, это еще время, да, и для судей дополнительное время. Соревнования достаточно тяжелые, многочасовые. Ну, понятное дело, что это еще дополнительная нагрузка, но меня порадовало, что все ее поддержали, и Ирина Александровна сразу же сказала, да, здорово делаем. А будут ли на этих юных гимнастов какие-то нововведения? Просто, может быть, вы пока не говорите, но закинуть, чтобы мы их ожидали. Не скажу пока ничего. Будем ждать соревнований, но финалы будут. Как я и мечтала, это становится традицией, и это прекрасно. Потому что это действительно шанс для кого-то в каком-то отдельном виде. Ну, здорово же. Финалы будут. Мы напомним, что юные гимнастки пройдут в этом году в Москве. Столица принимает не так часто. В том году они проходят... В этом зале. Прямо на этом ковре. В этом есть какая-то магия, да, когда вот он такой тихий, сейчас пустой. Мы с тобой рассуждаем, говорим о том, как это будет. И вот в этот день все взорвется громкими музыкальными композициями, аплодисментами зрителей. Мы где-то на уровне пьедестала. Да, объявят соревнования открытыми. И, конечно же, это будет здесь совсем другая атмосфера энергетик. Все будет бурлить, все будет кипеть. Девочки будут волноваться, девочки будут бороться. Здорово, что мы сегодня рассуждаем об этом так спокойно именно здесь. Это, правда, уникальная возможность и такое таинство определенное находиться по мраке зала. Ну, зал уже стал родным, это правда. Это действительно такой храм гимнастики. Ты знаешь, Ирина Александровна, уже второй год дарит детям просто невероятную возможность быть в этом зале, тренироваться в этом зале с ведущими тренерами российскими. Это такая программа «Перспективные дети России». И после отборов, которые я провожу на соревнованиях, на сборах, на мастер-классах, на контрольных тренировках, я выявляю детей, которые действительно этого достойны. Мы приглашаем их в этот зал, и они здесь тренируются. Когда неделю, когда больше. И это, конечно, такое действительно, ты правильно сказала, таинство, потому что я всякий раз, когда они приезжают на эти сборы, говорю им, что это храм художественной гимнастики. Вот здесь с вами на этой площадке выступали лучшие из лучших, звезды художественной гимнастики России, мира. Представляете, как вам повезло. Вы впитываете в себя эту энергетику, вы впитываете в себя эту атмосферу, почувствуете, почувствуете вообще, чем дышат эти стены. Вот здесь художественная гимнастика, конечно же, живет какой-то своей особенной жизнью, это правда. И дети понимают, они так, знаешь, как-то преображаются на этих сборах, я вижу. Тоже мы после каждой смены проводим контрольную тренировку, и вот они становятся, мне кажется, лучше уже на самих сборах. А здесь делают на контрольной тренировке какой-то финальный рывок, потому что они понимают, что выступать плохо они здесь не могут. Ну, как минимум, не могут выступать в полноги, да, что-то может получиться, что-то может не получиться. Но то, что они выкладываться будут на 100% и стараться показать все лучшее, что они могут, самым блестящим образом, это факт. Они пытаются это делать. Этот зал, правда, пропитан вот такой энергетикой. По идее, мы здесь почти ежедневно тренируемся, но каждый раз я захожу и с воодушевлением задумываюсь, что в каком месте я нахожусь, потому что... И проходят девчонки, там, Маша Победушкина, здесь еще кто-то из таких именов. Да, ты в коридор выходишь, и ты встречаешь звезд. И они с тобой спокойно едят в столовой, и когда маленькие девчоночки, которые изначально были тоже со всем малышками, а сейчас уже что-то у них получается, и они тоже... Да, ну в столовой они, конечно, звездам кушать не дают, потому что они сразу же бегут со своими блокнотиками, да, с какими-то значками, мячиками, наколенниками, и просят расписаться, получают этот автограф, но за то, сколько счастья. Так вот, представь, Ирина Александровна сделала возможным для каждой этой девочки встретить звезду здесь, потренироваться с ней на одном ковре, почувствовать эту атмосферу, это великое дело. Я не задаю наводящих вопросов, потому что мне понятно, как происходят перспективные дети сборы, но все-таки я задам, потому что многие не знают, как попасть... О, это самый популярный вопрос, наверное, в моем инстаграме. И дети проживают же здесь. Да, конечно. Дети здесь проживают. Я же и сказала в самом начале, что подарок, это просто драгоценный подарок Ирине Александровне для детей России, для юных талантов, потому что они здесь проживают, они здесь питаются, они здесь тренируются. Более того, им дают мастер-классы наши ведущие гимнастки и тренеры. Это просто уникально. И это все вот для лучших из лучших совершенно бесплатно. А какого возраста сейчас вот в этом сезоне, этим летом? По-моему, шесть смен у вас. Ой, были самые маленькие Азизы, 2017 год рождения. Уже был. Честно говоря, да. Мне казалось, когда мне позвонила тренер, одна тренер из Ростова и сказала, ой, Екатерина Сергеевна, я привезу вам такую очаровательную малышку, она все умеет, 2017 года рождения. Я не поверила, я подумала, господи, ну что она может уметь? Ну, наверное, научилась красиво ходить на полупальчиках, да, плавно поднимать всю ручку вверх, делать равновесие какое-то, может быть, в затяжке, или, может быть, еще даже его не научилась, а все пока на уровне шпагата. Такая база, да, художественной гимнастики. И тут привозят мне эту девочку. А девочка делает, пожалуйста, Утяшеву, и чуть ли не в поворот, и Гизикову, и что она только не делает. Она делает все. И ладно бы это было просто такой попыткой, да, когда ты смотришь на какие-то сложные элементы и думаешь, а вам слабо, а повторю-ка я. Нет, она делает это чисто, она делает это качественно. И, конечно же, я обомлела, как выросла художественная гимнастика, как она помолодела. Потому что такие сложные элементы, это раньше, ну, делали только ведущие гимнастки. Как раз эта малышка открывала ваш спецпоток на летнем кубке, которое Ирин Сан организовывала соревнования перед поездкой в Минск. И я помню это. Ну, я их всех уже, да, собираю, и, конечно же, если есть возможность, после сборов еще получите старт, ну, это же здорово. И их надо просматривать все время, постоянно, для того, чтобы не потерять, и чтобы их интерес не угас. Они же тоже такие хрупкие в этом возрасте, да. Я тоже стараюсь всегда чем-то их радовать, чтобы они, вот, полюбив гимнастику, уже оставались ею преданной. Не смотрели в сторону балета, не смотрели в сторону каких-нибудь танцевальных дисциплин. Модных танцевальных на ТНТ. Да, потому что, видишь, как часто мы слышим, звезда фигурного катания раньше занималась художественной гимнастикой, да. А у меня в этот момент какой-то звоночек. Ой, неужели где-то просмотрели, неужели где-то не увидели. Ни в коем случае. Если к нам попадают бриллианты, их надо беречь. А если соединить перспективные дети, хоть это и свежий, и такой новый проект, мне кажется, только второй сезон, были ли открытия на перспективных детях, за которыми стоит следить сейчас на юном гимнасте? Конечно. Вот так я как. Конечно. Это все этапы, Азиза, это система. Ты знаешь, очень хорошо, что Ирина Александровна эту систему сделала возможной. Потому что это, правда, непросто. Собирать здесь детей из разных регионов. Они имеют здесь возможность не только тренироваться на сборах. Кто-то после этих сборов попадает на концерт, и сейчас это стало очень популярным. И мы в этом году, благодаря Ирине Александровне, провели огромный концерт, посвященный Дню защиты детей. И вы участвовали, и вы знаете не понаслышке, что это было и как это было. Конечно, это была колоссальная работа. Здесь этот зал вместил тысячу человек. Он был как резиновый. Ты помнишь, в коридорах невозможно было пройти просто для того, чтобы выпить чашку чая. Дети, 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 дети. Много детей. Да, от Сахалина до Рязани. И я не помню, я сейчас боюсь быть неточной, но, если я не ошибаюсь, больше 40 регионов. Тысячи человек. Он был такой масштабный. Он был такой красивый, он был гигантский. И для многих детей это же тоже был этап, трамплин, очень интересный опыт. Они поняли, во-первых, какой это труд. Сколько раз надо повторить для того, чтобы добиться синхронности. Сколько раз надо повторить для того, чтобы добиться артистичности стабильной. Да, не когда ты, например, утром в хорошем настроении прибежал, ты улыбаешься, у тебя все хорошо, ты быстренько сделал свой прогон и побежал домой. А не тут-то было. А еще один прогон, а еще один. А вечером вот эти эмоции, когда ты уже делал 100 прогонов. Попробуй по-прежнему выходить, улыбаясь, с тем же утренним настроением. Для многих это был такой, знаешь, новый опыт, эксперимент. Они справились, и они выдавали, конечно, суперэмоции, чистоту, синхронность, результат уже в конце. Я сама была невыносимо уставшая, но очень счастливая, глядя на то, как дети справились с этой задачей. Вернемся к юному гимнасту, потому что это все-таки этапы. А мне кажется, для тебя это просто наболевшее. Ты готовишься сейчас к этим соревнованиям, и ты засыпаешь с юными гимнастками, и ты просыпаешься с юными гимнастками. Я готовилась. Там у нас по плану идет дальше. Хорошо. Нет, я еще не говорю. Нет, ну я как-то... Нет, мы нормально работаем. Ну, мы нормально работаем, но мы же тоже понимаем, что для нас сейчас есть определенные цели. Мы, конечно же, хотим результат, потому что... Нет, я думаю, ближе... Ну, команду... Нет, да. Вот я и хочу... А о чем учать? Что скрывать? Ближе к юному гимнасту, наверное, да, будет дергаться глаз. А сейчас мы просто работаем, понимаем, что надо пройти стабильно, аккуратно. Новая программа будет сложна. У многих новая программа. Летом, я знаю, все работали над новыми элементами, что-то искали, новые интересные элементы мастерства. Будет непросто. Почему важно хорошо выступать на юном гимнасте? И почему? Что дает? Что дает юный гимнаст? Что... Ну, во-первых, Азиза, я сижу и смотрю эти соревнования от начала до конца. И Катерина Сергеевна, вы знаете, сколько вы соревнований смотрите? Не уменьшайте свою работу. Да, но, наверное, с особой тщательностью я все-таки смотрю девочек на этих соревнованиях, потому что это их основной старт, да? Это, по сути, чемпионат России для юных гимнасток. Конечно же, я смотрю каждую, каждую, не отлучаясь. Ни в коем случае не пропустить. И более того, я посмотрела раз, кому-то сразу же однозначно, да, достается галочка. Это все? Это галочка. Это хорошо? Крандаше. Да, это значит, очень понравилось, это значит иметь в виду, это значит приглашать, это значит давать возможности. Кому-то достается в моем списке, мы сейчас все тайны с тобой раскроем, кому-то достается галочка, а рядом вопросительный знак. Ну, это мои шифры какие-то, понимаешь, специально созданные. Это означает, что вроде бы все отлично, но что-то где-то меня смущает, и надо посмотреть еще раз. А кому-то достается галочка и два вопросительных знака. Это означает, что есть перспективы, но вопросов очень много. Поэтому надо посмотреть еще один раз, и второй раз, и третий раз. Понимаешь, кому-то просто достается вопрос. Это означает, что может быть и галочка. Но пока я ее не увидела. Но я оставляю шанс этому ребенку, и еще раз посмотрю завтра. То есть крест никому не достается? Или только после четвертого вида? Ты знаешь, я стараюсь избегать этих крестов, я тебе честно скажу, потому что это правда такой приговор, да, казнить нельзя помиловать. И здесь уже все знаки пропинания расставлены. И ты знаешь, я не могу так рубить, когда речь идет о детях. Я не могу так рубить. Я даю всегда три шанса. Всегда даю, и даже когда третий не использую... Первый, второй, третий вид. Да, да, четвертый еще. Но когда даже третий не использую, он все равно, если, например, очень я вижу большое желание у тренера, у девочки, или еще лучше, когда и тренер, и девочка очень хотят, и ты знаешь, это тоже выстреливает. Это тоже выстреливает. Потому что действительно бывает, ну, поздно пришла хорошая девочка, да, а тренер совсем юная сама, неопытная, только какой-нибудь ее первый набор. Я такая же была. Я такая же была. И тоже вот я видела, девочка вроде бы талантливая. Но что-то мы работаем, а пока вот как-то все медленно очень становится лучше. Не так, как мне хотелось бы. И на соревнованиях оценки низкие. И вот представь себе, сидела бы там такая Екатерина Сергеевна, например, когда я привезла этих юных гимнасток. И взяла бы и поставила этот крест. А я вот, например, вернусь в зал и буду продолжать. И буду продолжать очень упорно. Потому что я упорная. Я буду двигаться к своей цели долго. И обязательно смогу убедить в этом свою гимнастку. Убедить, что мы все преодолеем. Что терпение и труд, все перетрут. И однажды наступит наш звездный час. Кто-то сдастся. Кто-то сойдет с дистанции по каким-то другим причинам. А вот раз и нам улыбнется удача. Поэтому крестов я не ставлю, скажу честно. Но есть кто, конечно же, там ничем не порадовал на этих соревнованиях. Раз, не порадовал. Два. Конечно, уже интерес у меня слабеет. Выстрелит, девочка. Я увижу, замечу, не пропущу. Но вы сейчас затронули такую тему. Многие тренеры, особенно опытные, взрослые, говорят, юный гимнаст – это очень сложный старт психологический. Потому что 200-150 прекрасных, талантливых, сильных гимнасток встречаются. Правда, правда, сложно. И они у себя в городе, часто у себя в обществах, в первой шестерке. И тут на юном гимнасте, там же каждая десятая решает. Там три десятых проигра уже на следующем листе. То есть там битва идет за каждую десятую. Абсолютно. И многие заканчивают после юного гимнаста. Я думаю, что на этих соревнованиях ты сошел с поворота, ты чуть-чуть дрогнул на равновесии. Ну, что уж говорить о потере, да? Даже самое незначительное рядом с собой, а уже все. Уже какой-то шанс упущен. Ну, ты правильно сказала, с листочка на листочек в итоговом протоколе прыгнуть, это вообще малейшая ошибка. Правда, старт сложный, правда, очень ответственный. Но, чтобы успокоить тренеров и тебя тоже, я хочу сказать, что даже если что-то не получилось на этих соревнованиях, это не приговор. Это не приговор. Поэтому я и добавляю спецпоток, например, для тех, кто не прошел, прошу об этом Ирину Александровну, прошу добавить. Те, кто по той или иной причине, например, кто-то болел, да, девочка отличная, а не смогла принять участие в отборе. Уже по какому спортивному принципу она не может отобраться на эти соревнования. Я хочу не упустить талантливую, красивую, смелую, сильную будущую звезду. А вдруг она в этом спецпотоке? И мы знаем, что были такие ситуации, когда Ирина из спецпотока мы потом видели на пьедестале призеров. Победительницу первенства России, нет? Белякова та же, да, Алиса тогда вообще не прошла на эти соревнования, получила место от спортивного общества и, пожалуйста, стала на пьедестале. И такие ситуации бывают, поэтому надо смотреть. Но я еще раз повторюсь, даже если что-то на этих соревнованиях не получилось, будут еще старты, я все равно увижу эту девочку, если что-то не вышло. Ничего, поедет на другие соревнования, благо эти возможности есть. Ирина Александровна очень много внимания сейчас уделяет юным гимнасткам. И для них предоставляет уникальные возможности международные турниры. Пожалуйста, езжайте, пожалуйста. На каких-то взрослых соревнованиях, да, ты заметила, тоже мы сейчас представляем юниоров. Здорово, много стартов. Поэтому, конечно, юные гимнастки очень хочется попасть, очень хочется в этом во всем повариться вместе со всеми претендентками, показать себя. Но даже если не получилось, руки мы не опускаем, идем дальше. Я просто знаю несколько историй, когда девочки перспективные, занимая там 20-30 места на юном гимнасте, хотя это достаточно очень высокое место, заканчивали со спортом, не видя определенных перспектив. Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну, ты знаешь, Азиза, мне кажется, что это проблема и ошибка тренеров, и, возможно, даже родителей. Потому что вот это желание мгновенно быть лучшим, мгновенно занять свое первое место, получить медаль, стать известной и очень перспективной, чтобы все это признали, мне кажется, это ненужная спешка. Вот я только что говорила, что может не получиться сегодня, завтра, послезавтра, а через неделю раз и получилось. А ты уже руки опустил, да еще и вообще бросил. Never give up. Понимаешь, это плохо. Когда какая-то одна неудача влечет за собой отказ от мечты, от любимого дела, ну, как же так? Наоборот, и тренеры, и родители должны помочь ребенку и сказать, ну, да, ну, вот пока ты юная, у тебя не получилось. А ты стала взрослой, и у тебя все получилось. История знает много примеров. Мы с тобой перечислили позитивные, да, когда наши звезды гимнастики выигрывали эти соревнования, и потом уже вверх, 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 вверх шли к своим большим победам. Ну, а также наверняка, если мы с тобой проведем расследование, посмотрим, кому не везло, а зачем его проводить, мы с этого начали с тобой разговор. Каролина Севастьянова, 63-е место, Рита Мамон, 59-е. Я могу сейчас ошибиться, но мы с тобой можем совсем уж быть дотошными, поднять протоколы этих соревнований в Белгороде и посмотреть эти результаты. Вы запомнили, что это было в Белгороде. Я запомнила, что это было в Белгороде, да. И показать зрителям эти прекрасные протоколы, а потом мы можем с тобой смонтировать вот этот протокол, и вот они стоят, олимпийские чемпионки, с такими медалями целуют свою драгоценную золотую медаль. Видишь, Ирина Александровна же не списала их со счета с таким результатом, нет? Им были даны шансы. Один, еще один, еще один. Нет, даже больше про реакцию детей и родителей. Чаще всего, что они понимают, они выигрывают, выигрывают, приезжают на юный гимнаст, что-то не получается, и тренер понимает, что это и так. Как ты говоришь, да, сказать, все, больше я тобой не занимаюсь, столько времени я тебе не уделяю. Я даже слышала это, к сожалению, даже своими ушами, когда после какого-то неудачного старта, после каких-то потерь, ошибок, провального выступления, тренер сразу же говорит своей гимнастке, все, я уделяла тебе огромное количество своего времени, я столько времени потратила на себя, ну, разными словами, да, смысл один и тот же, больше я этого делать не буду, я буду тренировать, там, не знаю, Иванову, а тебя, вот, больше не буду. Ну, и в этот момент у маленькой, юной гимнастки, конечно же, беда, крах ее надежды. Она понимает, что она не справилась, и она потеряла доверие тренера. Тренер потерял веру в нее, а веру, надежду, вообще никогда не должны терять. Никогда. Я все-таки опять буду занудой, и почему... А почему опять? Будь собой! Я буду занудой. Это мое нормальное состояние. Мы все-таки не рассказали информацию, которая, может быть, станет для многих важной и понятной, почему вокруг юных гимнастов такая атмосфера, потому что там не разыгрываются, но места и члены сборной. Причем, конечно, итоговым протоколом мы же еще и формируем. Ну, то есть это как один из этапов, да? Какой один из этапов? Что-то ты не занял, но вдруг ты приглянулся кому-то. Ты же можешь оказаться в Новогорске, например, просто потому, что ты понравился ведущему тренеру сборной команды России. Вот он в тебе что-то увидел, заметил. Тебя глазами встретился, да, среди многих-многих-многих. Так же тоже бывает, ты же знаешь. Вот эти тандемы, они порой так и получаются. Ты смотришь и понимаешь, ну, это мой человек, да? Ну, вот если просто даже в жизни. С кем-то мы знакомимся, перекинулись в пары фраз, да, и разбежались, и забыли друг про друга. А с кем-то познакомились, так же перекинулись в пары фраз, но забыть не можем. Ну, так же и встречаются, наверное, наставники со своими учениками. Вот скажи, ты стомат, когда первый раз увидела, что почувствовала? Вот я её помню с такого знаю. Вот-вот-вот, я тоже с такого помню. Ну, вот что-то же почувствовала. Вы знаете, она на первый взгляд неприметная, она ж влюбляет в работе, она правда, вот когда она работает. Ну вот, а в кого-то ты влюбилась с первого взгляда? Пока нет. Значит, для того, чтобы заслужить твоё доверие и твою любовь, нужно время. А я влюбчивая. Я могу влюбиться с первого взгляда. Я ж зануда. А я могу влюбиться, мне может вот очень понравится, что-то я могу увидеть в ребёнке такое необычное, что-то мне покажется вдруг какой-то искоркой, и я посмотрю ещё и ещё, и ты знаешь, бывает, что я не ошибаюсь. А, Василийская мне понравилась, она сейчас в группе, да. Ага, вспомнила, всё-таки есть. Тогда, мне кажется, вот эту тему матча, или как это правильно сейчас называется, когда идёт модное слово, контрольные тренировки, про этот ваш проект... Не менее важный, на мой взгляд. Очень крутой. И поподробнее можно про контрольные тренировки, потому что, мне кажется, именно там... Я тоже предложила это Ирине Александровне, потому что это тоже этап, да, это тоже шанс, это тоже возможность быть замеченным, потому что в каком формате у нас проходят эти контрольные тренировки? В центре гимнастики в Новогорске у Елены Олеговны Смирновой мы все собираемся уже долгие годы, нас всегда очень гостеприимно встречают, у нас всегда организовано всё на высшем уровне, всё здорово, всё хорошо, нам выделяется ковёр, девочки приезжают, там тоже очень удобно, там есть гостиница, они могут там жить, здесь же выступать, показывать себя. Какой у нас формат? Он отличный. Мы приглашаем всех тренеров сборной команды, кто может, кто в городе, кто не занят на соревнованиях или каких-то сборах, принять участие, посмотреть детей. И ты знаешь, какие же у нас классные тренеры, какие у нас влюблённые в профессию люди. Вот я звоню и говорю, завтра контрольная тренировка. Это моя вина. Я должна была позвонить за две недели, да, а что-то я упустила, где-то я куда-то бежала и забыла, и звоню, там, например, Анне Дьяченко или Лене Нефёдовой, Юлия Барсуковой, Аминия Зариповой, Евгении Канаевой, девочки. Вот завтра у нас контрольная тренировка сможете? Ох, там, сложно. Мы придём. Мы придём. Все ищут любовь. Да. Они приходят, они смотрят. Все эти там три, четыре, пять часов, сколько собралось участниц. Там по-разному бывает. Иногда мы смотрим один год рождения, иногда два, иногда даже три. И бывает это полдня удовольствия, естественно. И они очень терпеливо смотрят каждую, так же, у каждого, наверное, свой шифр, себе на карандаш, да, куда-то в заметочке, приходят на следующий день, смотрят свежим взглядом ещё раз, и в итоге находят тех, кого потом приглашают к себе на сбор. Вот как раз я тебе рассказываю схему, как это всё происходит, да. Какая-то девочка понравилась фактурная, симпатичная или эмоциональная, или какая-то необычная. Что-то в ней есть, как один раз, например, сказал Амин. Ну, что-то в ней есть. Да, иногда даже неожиданно бывает. Мы сверяем списки, смотрим, часто совпадаем, иногда не совпадаем. А потом эту девочку, которая приглянулась, понравилась, уже тренер приглашает к себе на сборы. Или потренироваться вместе со своей группой. И уже она, попадая в эту среду, уже становится отчасти своей. И, конечно, потом уже её тренер становится её куратором, и ведёт её, и помогает ей, и уже отслеживает её результаты. Ну, вот так, собственно, и получается потом тандем. Вот и всё. Так что контрольная тренировка получается совсем не менее важным этапом. А возьми, например, групповое упражнение. Наши замечательные юные тренеры, талантливейшие, влюблённые в своё дело. Олимпийская чемпионка, заслуженная мастер спорта Алина Макаренко. Мастер спорта, талантливая, трудолюбивая Аня Епифанова. Они просто монстры. Монстры, настоящие монстры. Ты посмотри, сколько побед. Они только начали. Да? И сразу же с таким результатом. Очень точная работа. И я говорю, я мечтаю, чтобы мои дети попали... Ну, вот если когда будут просмотры... Вот, пожалуйста, в прошлый даже состав мы уже отсматривали, организовывали контрольную тренировку, специально предназначенную для отбора в групповое упражнение. Алина, Аня приходят, смотрят. Мы зовём ещё тренеров, потому что кто-то выберет себе в группу. Да? Девочки могут выбрать себе в группу. Они же тоже берут не только узко один состав. Они тоже дают возможность и шанс ещё гимнасткам, чтобы они проявили себя уже в тренировочном процессе, на сборах. А смотрят они всех. Всех желающих. Мы не говорим, нет. Вот сейчас контрольная тренировка, которая готовится, очень много, помимо гимнасток, которых заявляет спортивное общество, ещё очень много просьб со стороны тренеров, которые, например, не прошли отбор, не попали или просто вот что-то упустили. А посмотрите эту девочку. А можно приедет эта девочка. И я смотрю, список стремительно растёт, и уже мы плавно перешли просто практически в соревнования всероссийские по количеству участниц. Но мы не говорим, нет. И я позвонила Алиночке и сказала, у меня очень много людей, она настоящий профессионал своего дела. Мы посмотрим всех, Екатерина Сергеевна. Мы посмотрим всех. Вот так. Поэтому я очень горжусь тем, что у нас такие молодые тренеры, и понимаешь, что такие руки отдавать детей, искать их для них, готовить их, это миссия для меня очень ответственная. И таким тренерам передать гимнасток, найти их, это здорово. Здорово. Получается, в России достаточно, уже немало проектов для юных гимнасток. Следите ли вы за мировым миром? За мировым миром. Что делается в мире для юных гимнасток? Потому что есть же правила в Европе для юных гимнасток, свои правила. По-моему, в Белоруссии и на Украине гимнастки делают, Украина, по-моему, шесть видов. В Белоруссии гимнастки выступали с лентой. Сейчас мы приехали с «Хрустальной розой» и предъюниоры делают ленту. Думаем об этом мы тоже. Крепко. Ты знаешь, на самом деле всегда надо смотреть по сторонам. Безусловно, вот недавно у нас был такой очень интересный диалог со сценаристом. Мы рассуждали про борьбу, немного другая была тема, да, соперников. И в итоге нашего долгого-долгого диалога, спора, все-таки пришли к выводу, что тот спортсмен, который играет на своем поле, да, и больше ориентирован на себя, меньше смотрит по сторонам и вникает в победы или поражение соперника, какой-то более целостный, да. Это факт. Поэтому мы, конечно, стараемся генерить свои идеи, да, свои правила. Мы всегда были законодателями, Россия, благодаря Ирине Александровне Винер, была всегда законодательницей моды в нашем виде спорта, да, начиная с юбочек для купальников, да, и заканчивая новыми элементами, новыми правилами, какими-то нововведениями. Это правда так. И поэтому этот процесс ни в коем случае нельзя останавливать. Мы должны дарить миру новой идеей. Это, наверное, наша основная цель и задача, этим мы и занимаемся сейчас. И ты, наверное, знаешь, что мы очень активно разрабатываем дисциплину, дуэты и трио. Я активно знаю. Да, 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 ты знаешь. Я была на первых соревнованиях и судила первые соревнования, и буду гордиться, возможно, в старости этим. Возможно. Я очень на это надеюсь, и ты сделала композицию интересного, даже две. Прости. Я правда сегодня на собрании московских клубов рассказывала, они с такой, с некой опаской, зачем эти дуэты и трио. Я говорю, вы попробуйте. Я говорю, я занимаюсь. Да, вы просто не умеете это готовить. Я говорю, это правда интересно, это интересно смотреть, это интересно заниматься детям. А ты знаешь, разреши мне, пожалуйста, я сейчас сделаю такую небольшую ремарочку, да, в нашем эфире про юных гимнасток. Я отвечу на твой вопрос, зачем они нужны. Во-первых, это большее количество возможностей для наших детей. Берем выполнение разрядов. Соревнования, когда у нас выступают только девочки в индивидуальном, да, с индивидуальными упражнениями, они у нас длятся сейчас с 8 утра и порой до полуночи. Да, и уже сколько дней мы выступаем? По 4, по 5 дней длятся соревнования. Дуэты и трио существенно сократят время соревнований, это раз. Для выполнения разрядов кто-то может собрать групповое, 5 человек, а кто-то не может. Например, какой-нибудь горный Алтайск, да, или где-то гимнастика там только начинается, в каком-то городе только-только первые просто выпускницы академии физкультурной что-то пробуют и тоже не могут собрать групповое. А дуэт могут, трио могут. Вот у них есть три хорошие гимнастки, они могут. А другая проблема, например, по мастерам спорта. Вот у тебя, ну нет, 5 мастеров. Уже нет, вот они сошли по тем или иным причинам. А две есть и могут быть прекрасным дуэтом и выполнить, например, норматив мастера спорта именно в этой дисциплине. Ну и, Азиза, давай помечтаем. В конце-то концов. А что касается олимпийских медалей, ну неужели они будут лишними, если у нас еще будет возможность завоевывать их в этой дисциплине, дуэты. Плюс еще это малая форма для подготовки гимнасток в состав группового упражнения. Если мы научились с тобой синхронно работать вдвоем или, например, в тройке девочки уже научились взаимодействовать, конечно же, им будет легче уже в составе группового упражнения в пятером. У них уже будут эти навыки перебросок, сотрудничества, каких-то акробатических взаимодействий. Мы сделали сейчас с Ольгой Царевой, Полиной Овсиенко, Оксаной Шевченко, Натальей Ратенко, Екатериной Гороховой, мы сделали правила. У нас была целая бригада Рима Симоненко, Катя Трестцова. Ну, мы очень много совещались и с вами советовались, вспомнили, сколько мы собраний провели, сколько мы соревнований провели. И какой-то старт проходит, мы смотрим, что хорошо, что плохо, что убрать, что оставить. И дискутировали по этому поводу, и спорили, что-то у нас в конечном итоге прижилось, что-то мы отсекли. Но в итоге те правила, которые сегодня подписаны Ирины Александровны, ну, просто прекрасны. Это здорово. Я горжусь ими. Мы посмотрели композиции уже по новым правилам, то, что получается. Ну, конечно, пока на соревнованиях мы не видели. Вот сейчас начнутся старты, и мы уже увидим это во всей красе, но за кулисье, там мы уже побывали, там мы уже подсмотрели, как это получается. И это просто здорово, это так интересно, это так зрелищно, так красиво. И столько нового для творчества, для идей, ну, согласись, даже мыслить начинаешь по-другому. Вот ты говоришь, или кто-то спрашивает, да, а зачем нужны? А это же какой новый виток эмоций, вдохновения, творчества, креатива. И вернемся к юным гимнасткам. Можем ли мы подумать, что в 2024 году? Вот, кстати, ты спросила про нововведение, да, меня, насчет этих юных гимнасток. Ну, насчет этих я не могу тебе сказать, потому что, ну, не могу. Я могу пока про дальние проекции. Давайте в 2024 году мы можем задуматься. А вот вдруг будут уже дуэты и трио. Мне в этом году уже в Инстаграм пишут, Екатерина Сергеевна, а будут на юных гимнастках дуэты и трио? Ну, пока не будут, пока нет. Пока мы вот только-только-только закончили правила. Вот сейчас по этим правилам будут сделаны постановки. Потом тренеры и их воспитанницы, эти новоиспеченные дуэты, новоиспеченные и трио поработают в зале, отработают эти программы. Потом посоревнуются с ними. Ну, и когда мы уже получим действительно такую цельную, профессиональную картинку, которая покажет все возможности и перспективы развития в этой дисциплине, тогда мы уже покажем Ирине Александровне и выступим с предложением добавить эту дисциплину на наши всероссийские соревнования. Вот так. Вот такие планы у нас есть. В отношении юных гимнасток тоже. Вот у меня есть предложение. Я вас слушаю. У вас классная творческая группа. Мне безумно нравится. Я даже отчасти вам немножко завидую, потому что я в свое время работала на телевидении. Я, во-первых, знаю, как это интересно, этот творческий процесс. Но вы делаете очень большое дело. Вы привлекаете внимание к нашему виду спорта. Вы показываете чемпионов, вы показываете заслуженных тренеров. Это большое дело. И вы же делаете это на чистом энтузиазме, вся ваша команда. Вам браво, и аплодисменты. Но у меня есть предложение. Может быть, нам расширить границы и помолодеть в отношении юных гимнасток. Вот мне даже очень интересно. Было бы для зрителей интересно узнавать о наших юных звездах, перспективных гимнасток. Больше. Знакомиться с ними, подглядывать, как они тренируются, как они живут, о чем они думают, вот как ты думаешь. Это было бы интересно зрителям. Найдем мы свою аудиторию, если мы, к примеру, сейчас пока в качестве фантазии запустим какой-то проект, который будет ориентирован на совсем юных звездочек художественной гимнастики. Не знаю, как зрителям, мне было бы очень интересно, особенно для следить за девочками, которыми уже сделали первые такие какие-то шаги, за которыми хочется наблюдать и понимать возможность их сомнения, их путь. Потому что мы же видим только их успехи, а сколько противоречий идет в тренировочном процессе, и как это все непросто. И мне кажется, если будет такая возможность, Екатерина Сергеевна, мне кажется, это точно найдет своего зрителя. А представляешь, какой бесценный материал и архив. Вот, к примеру, да, пригласили мы с тобой какую-то юную гимнастку, с ней побеседовали, вот ей сейчас 12-13 лет. Она нам расскажет о своих мечтах, покажет свою любимую собаку, расскажет про свое любимое блюдо, или еще интереснее, может быть, его сама приготовит на наших глазах. И вот у нас такие кадры есть, вот мы их покажем. Пройдет. А в 32-м выиграет Олимпийский игрок. Да, 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 5-7-10 лет. И это уже взрослая, красивая, известная на весь мир гимнастка. А у нас такой архив. Это какая же передача получится про нее. Бесценная. Абсолютно бесценная. А это проблема. Мы когда готовили шоу у Светы Хоркиной и искали кадры, когда она маленькая, да, она в спортивном зале, нам нужно было очень. У нас была такая трогательная песня. Это оказалось просто глобальной проблемой. Мы ничего не могли найти. А то, что мы нашли, оказалось, принадлежит кому-то. Теперь же все кому-то принадлежит. И надо за это заплатить столько денег, что в итоге у нас было бы либо 10 секунд бесценного видео победного упражнения Светы, да, или все шоу. Вот такой бюджет. Поэтому нам, наверное, нужно подумать о расширении границ, да, и какие-то маленькие филиалы вашей передачи могли бы стать очень интересными аудиторией как раз-таки юных гимнасток, их родителей, их тренеров. Кстати, мне кажется, это классная идея, потому что нас иногда упрекают, что мы снимаем только недействующих гимнасток, но мы можем сделать исключение для юных. Будем снимать юных самых, что ни на есть действующих. Кстати, вы затронули тему, которая при подготовке к этому эфира мы ее очень плотно почувствовали, потому что юный гимнаст уже идет несколько десятилетий. И фотографии, и сам вот архив было найти очень сложно. Мы распечатывали результаты, искали их, рыли. Да, это оказалось на самом деле сложно. Сейчас, во времена высоких технологий, айфонов, да, все хранится где-то у кого-то, можно найти даже то, о чем и мечтать было невозможно. Кто-то где-то что-то снял, да, какой-то эксклюзив, тут же это становится там в соцсети популярным. А тогда? А тогда? Вот у тебя были кумиры? Как ты вот, например, могла заполучить портрет любимой гимнастки? Как из журнала вырезала. Из журнала вырезала. И в дневничок клея. А представляешь, ты из журнала цветного, да, эволюция налицо, а я из газеты черно-белой. И точно так же вырежу Марину Лобач, дневник приклею. Она у меня вскоре от этого клея фотография желтеет, уже не такая красивая. А для меня становится она еще более ценная, потому что я вижу, что этот тонюсенький, да, листочек разрушается, и я вообще на нее надышаться не могла, на эту фотографию. Архивы, я тебе еще раз говорю. Это очень важно. Нам нужно все снимать, все беречь, все хранить, сортировать. Сейчас мы с вами попытаемся угадать юных гимнасток прошлого десятилетия. Так, вам так видно или нет? Да, я думаю, потом будем... Я угадала. Я угадала. Стубайла. Анжелика, верно. Чемпионка мира в групповых упражнениях, если я не ошибаюсь. Подожди, не Женя ли это Канайло? Не Женя Канаева. Ну-ка, дай-ка мне планшет, как все далеко. Можно я буду увеличивать? Это все фотографии с юных гимнастов. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, прям, помогай мне. Господи, у меня только что из головы вылетела Елена Вовна, гимнастка Кузнецова. Карина, Карина Кузнецова. Вы на меня посмотрели, у меня вылетела из головы Карина Кузнецова. Карина Кузнецова, так. Вот, кстати, Олег Наумов, вот хранитель полезной информации для наших расследований. Очень красивая. Угадайте. Европа выиграет. Несколько раз. Я не понимаю. Алина Ермолова. Это Алина Ермолова? Да. Так, а есть фотография, где, например, кто-то совсем загнулся в затяжку, и видно только ухо? И я, конечно, сразу же угадаю. У меня вышло, дайте помоги мне. Это я не знаю. Точнее, мне потом подсказали. А, знаешь, мне кажется, угадать гимнастку с таким мейком совершенно невозможно даже ее собственной маме. Они иногда, вот, кстати, девочки умудряются так накраситься, и вот смешно, не смешно, ты знаешь, на соревнованиях мне кто-то понравился. Я, например, отметила. На сборах сидит эта девочка передо мной, вот так, лицом к лицу. Я не могу понять, кто это. И тут она, например, говорит, я Маша Екатерина Сергеевна. Я понимаю, что Маша умылась. И я вижу совершенно другое лицо. Сколько я прошу и умоляю наших юных гимнасток не злоупотреблять с макияжем, стараться быть максимально естественными. И убеждаю их. Улыбка. То есть не поддерживаете эти стрелочки? Я не понимаю. Хотя, кстати, вот здесь что-то так, как бы... Подожди, это не Ангелина? Вы угадали! Супер приз на барабане. Слушай, ну и стрелки. Боже мой, такая маленькая совсем. Геля, кстати, совершенно очаровательная. А я вот это... Я не угадаю. Я ее очень люблю. Вы знаете, кто это? Ипатова, нет? Нет, это не Ипатова. Ну да, Пальник, кстати, не той коллекции. Такая по коллекциям, да? Ну, это очень древний Пальниковин. Ты знаешь... Господи, я не понимаю, но это точно не Ангелина. Ну да, а кто это? Даша Приданникова. Не может быть. Да, точно она. Она, правда. Глаза есть. Да? Хочу уметь. Она же была призером юных гимнастов. Второе или третье место там. О! Я и сейчас, честно говоря, Дашей так любуюсь. Это Сергеева, конечно. Кто? Какая из Сергеева вопрос? Какая из? Кто это? Наверное, Машка. Маша или не Маша? Ой, здесь тоже узнаем сразу. Это такая юная девушка. Ну, это Колечка Шматко, конечно. Это я сразу угадала. Звездочки-звездочки. Звездочка-звездочка. Вот этот прекрасный прыжок. Ты понимаешь, ты нашла гимнасту, когда я еще не была старшим тренером юниорской сборной команды. А так, извините, вы так всех угадаете. А вот сейчас, я скажу тебе, вот если ты ко мне, с этой интересной викторийной игрой придешь, например, там через пять лет, вот получается, когда первый раз я села за главный судейский стол рядышком к судьям и начала вести свои... Не знаю, я раньше этим не занималась. Да, свои протоколы, свои собственные отборы. Вот надо от этого дня отмотать, например, 10-15 лет и потом меня спросить. Вот тогда я угадаю каждую. Ну, в этом мы не сомневаемся. Да, это правда. Тоже не знаю гимнастку. Нет, я совсем не знаю. Насте Сергеев. Да не может быть. Вы что-то перепутали и какую-то другую фотографию. Есть, похожа. Есть. Посмотрите, в лице можно угадать. Вот, я не знаю, вы можете на экране показать крупно? Вот с такими стрелками, кого можно угадать? Это же практически как будто бы специально, чтобы быть неузнанной. Раскрас на Хэллоуин. Как хорошо, что сейчас вы привлекаете, я видела, специалистов по мейкапу. Прививаете этот вкус, учите гимнасток самостоятельно, делать себе макияж. А самое главное понимать, что идет, а что не идет. Потому что с помощью макияжа можно себя просто изуродовать. А можно подчеркнуть все свои достоинства так, что, кстати, еще лучше. Олеся Петровка. Да, да, похоже. Ой, слушай, ну, конечно, если вот сделать коллажи... Ой, помнишь эту мексиканку? Помнишь, как ее все любили, вставляли в упражнения? Да, любили. Я тоже любила. Да, это кто такая красивая? Красивая, но не узнаю, кто это. Очень красивая, я тоже не знаю. Мы не узнали, кто это? И, кстати, хорошо делает мексиканку. Луговских. Луговских, боже мой! Красивая! Она была красивая маленькая, и сейчас она очень красивая. Кстати, она мало изменилась на лицо. Ой, это Настя Джуркина. Помните? Настюша, да, это город Чехов. Да, по-моему, да. Потом в Дмитрове она была. Да, у Летны Борисовой она занималась. Невероятно эмоциональная, очень танцевальная. И сейчас, по-моему, она уже солистка. Да, она... В танцевальном коллективе, в шоу-балете Аллы Духовой Тодес. Я помню, у нас было такое упражнение без предмета, зажигательное. И там все ее таланты, конечно, уже были. Наталья Валентиновна Кукушкина, гимнастка. Это Юля Кутлаева маленькая. Да, бабочка. Очаровательная. Но она и сейчас очень красивая. А это кто? Так вы не узнаете? Нет. Катерина Сергеевна. Да. Как так? Надо постараться. Я не могу постараться. Ну, посмотрите поближе. Давай. Ну, это не Самирохон Салиева, хотя очень похоже. Кто это? Не Самирохон Салиева. Ну, это что, ты? Почему ты так вовлечена? Конкретно в эту гимнастку. Ну, потому что она слегка известна, талантлива, узнаваемая. Ты хочешь сказать, что это Лала? Да. Ты серьезно хочешь сказать, что это Лала? Боже. Точно, боже мой. А ведь я-то маленькая, и ее. Должна помнить, она приходила на первое прожилие без предмета. Под ручеек мы его составляли. Она уже тогда крутила повороты. Лучше всех. Прелесть. Почему это ты? Как я люблю. А здесь не будет моей фотографии? Ну, конечно, снимки вы нашли такие, что все в букве «зю». Попробуй называются, да, еще сначала. Угадай, потом убедись. Ну, да вот здесь, если угадаете, тогда я вам дам Оскар. Да ты что? Да. Ну-ка. Мне не будет Оскара. Возможно, в следующий раз. Так. Это Салас. Можно мне все-таки Оскар? Пожалуйста. А у меня крутится, крутится, крутится что-то в голове. Настенька. Настенька Салас. Да. Кстати, участница тоже соревнований «Юные гимнастки». А здесь только фотографии с юной. Здесь из-за этого нет моей фотографии. Я не участвовала на «Юных гимнастках». Очень плохо, Азиза. Нет, но все-таки будем считать, что Настю я угадала. И Лалу я угадала. Угадали, конечно. Просто пришлось потратить чуть больше времени, потому что, конечно, маленькие и нынешние немножечко отличаются. Ну, здесь мы не можем не сказать, узнаете гимнастку. Мне кажется, она не сильно изменилась. Ну, это Ксюша Полякова. Это как будто свежая фотография. Как будто бы она вообще не изменилась. Ну, хорошо. Не могла мне Оскар дать за Ксюшу сразу же. Сейчас мы... О, здесь уже тоже узнаваемые. Это Ульяна Донского. Лизка Брэксбелл. Подожди, это неужели это Лиза? А ты знаешь, вот сейчас первое впечатление было, что это Влада Телятникова. Обрати внимание, как они похожи. Вот в этом возрасте лицо. Или вот тоже так же чуть-чуть убери подальше. Лиза невероятно красивая. Похожа на Владу Телятникову, Лиза Брэксина. Вот в этой позе и профиль похожа. Не могу с вами спорить, Екатерина Сергеевича. Все там? 300 снимков вы скачали. Ничего себе, вы не подготовились. Так, что у нас еще? Рассказать о... За кем наблюдать? За кем наблюдать? Ну, мы, конечно же, будем... Там пятерка одиннадцатого года сильнейшая. За лидерами, да, которые в прошлом году. Юля Проценко, Лиза Мераськина. Их пять человек, ну, пятерка. За Кирой Яблочниковой будем наблюдать. За Настей Пугач будем наблюдать. В прошлом году у нас дебютировал неожиданно. 2012 год рождения на этих соревнованиях. За Алисой Стамат мы тоже будем наблюдать. За Аней Репиной мы будем наблюдать. За всеми, кто уже тогда боролся в финалах. За медали мы, конечно же, будем очень пристально наблюдать. Савинова, Ксюша. Ксения Савинова. На России шестое место тоже претендует. Конечно, претендует еще как. Очень сложные делает вещи. Технично делает, эмоционально. То есть мы выписали пятерку по результатам прошлого юного гимнеза. Ты знаешь, Азиза, я здесь почему не хочу прям концентрироваться на фамилиях. Я тебе скажу почему. Во-первых, это такое, наверное, чрезмерное давление. Вот мы сейчас с тобой назовем эти пять, шесть, семь фамилий. И представляешь, этот эфир посмотрят девочки. Поймут, что я буду особо зорко и особо внимательно за ними смотреть. Это какая-то повышенная ответственность. И, возможно, это совсем не лучший настрой на эти соревнования. А кто-то, не услышав свою фамилию, заранее расстроится, что, например, я приду на эти соревнования и даже не хочу понаблюдать за его выступлением. Поэтому, ты знаешь, наверное, эти соревнования в первую очередь хороши тем, что здесь равные шансы. И у тех, кто в прошлом году уже поднимался на пьедестал, уже себя показал, зарекомендовал, показался интересным судьям, зрителям, тренером. И те, кого даже не было на этих соревнованиях в прошлом году, имеют такие же шансы на этот раз себя проявить. Поэтому все-таки тебе предлагаю не акцентировать внимание на лидерах. Конечно, мы их любим. Но это мы понимаем, что 11-й год. Мы будем смотреть, мы будем смотреть. Ну что поделать? Видишь, это такая особенность этих соревнований, что юные в этом году, в следующем году уже будут те самые опытные, на которых мы будем смотреть с особой внимательностью и с особым интересом. Потому что мы их уже знаем, мы знаем, что они могут. И, конечно же, нам интересно, есть прогресс, нет прогресса. Понятное дело. Тогда без фамилии, но можно посмотреть ли результаты первенства России. Ну, конечно же, я это уже сделала, я уже для себя сделала эти пометочки. Я думаю, каждый старший тренер общества понимает, среди кого будет конкуренция за право представлять команду на этих соревнованиях. И у меня есть такой список. И я уверена, что у Ирины Александровны Чернышковой, и у Елены Шаламовой, и у Татьяны Николаевны Грибковой. У всех тренеров, никого не хочу обидеть, у нас сейчас 23 общества. И у всех, я уверена, уже есть какое-то понимание. Кстати, мы не сказали, что общества будут соревноваться еще между собой. Командное соревнование. Это мне нравится особенно. Это так здорово, это поддерживает командный дух. И так хочется на пьедестал, так хочется. Они болеют друг за друга. И когда они, понимаешь, одно целое, команда, это так правильно для юных гимнасток, чувствовать это. Но и при этом есть внутренняя конкуренция. Мы не знаем, какие будут точные цифры в этом году, но в том году было 8 гимнасток от общества, выступали, и в команду шли 5 лучших результатов, плюс результат группового упражнения. Мы сейчас занимаемся еще регламентом. Я пока не могу забежать вперед, потому что боюсь, да, конечно, быть правдимым, это не значит быть банально точным, но в этом случае надо быть банально точным, потому что я сейчас скажу, а потом это окажется не так, это уже голословность может кому-то навредить. Поэтому мы подождем, когда все окончательно уже будет утверждено и завизировано. Но то, что соревнования будут в командном зачете, это точно, это здорово. Я сказала, что будут финалы, это тоже уже известно, и это вообще отлично. Мы будем ждать этих соревнований, и во всех дисциплинах, естественно, все будут стараться очень проявить себя и показать самые высокие результаты. То есть если пройтись по медальному зачету, это будет командный медальный зачет, будет личное многоборье, финалы отдельных видов, обруч, мяч, была бы БП. БП. И медаль... Особенность еще этих соревнований, да? БП. И так часто я слышу об этом. Кстати, опрашивали юных гимнасток наших, такую анкету составили, самое любимое упражнение. И так часто повторяется этот ответ. Мне больше всего понравилось мое последнее упражнение без предмета на юных гимнасток. Ой, а вот эта последняя программа без предмета, они любят упражнения без предмета, потому что, конечно же, здесь, наверное, чуточку меньше ответственности, хотя это на самом деле иллюзия, да? Все надо достоять, все надо докрутить, и все надо показать. Но, тем не менее, мне кажется, все равно они как-то подсознательно более расслаблены на нем и показывают чуть больше своих возможностей артистических. Любят это упражнение. И, наверное, юные гимнастки из серьезных стартов это единственные соревнования, где девочки соревнуются в упражнении без предметов. Первенство России еще, первый разряд тоже соревнуются. Первый разряд, ну да, первенство России, правильно. Но отдельная медаль будет только на юном гимнастике. И также медаль будет разыгрываться в групповых упражнениях, которые также будут отбираться на обществе. И у них финалов не планируется. У них финалов не планируется. На габоре у них одна медаль, и медаль, возможно, в команде. Да. Просто, чтобы понимать, при этом была еще внутренняя конкуренция, чтобы попасть в эту пятерку. Вы и так там восьмерки сильнейших от общества, но еще можно попасть в пятерку, чтобы прямо... Вот мы с тобой говорим о том, будет ли интерес у нас, если мы сделаем передачу про юниорок, какие-то выпуски отдельные про юниорок, да. И мы сегодня с тобой говорим про аудиторию, огромную, самую большую аудиторию, любителей художественной гимнастики, да. Это как раз плюс-минус возраст наших юных гимнасток, которые участвуют в соревнованиях, да. Это такой пик для их родителей, да. И какой азарт, ты посмотри, на самом деле, какой ажиотаж вокруг гимнастики. Именно в этом времени родители, наверное, самые вовлеченные. Мне кажется, это легко понять, потому какие они шьют костюмы, купальники для своих детей. По-моему, это отдельные соревнования и просто битва талантов. За идею, да, за самые оригинальные можно давать призы. Потому что я иногда, видя то, что сотворили в том же арт-блеске, какую-то идею воплотили, да, или сами еще ее и придумали, и воплотили. Я, честно говоря, теряю до речи, потому что, во-первых, это произведение искусства, этот купальник, просто произведение искусства. Я не знаю, сколько там камней. Надо, наверное, выяснить, какой купальник имеет самое большое количество камней и дать ему какую-то особую премию. Потому что родители сейчас не жалеют на это средств и времени и занимаются этим с таким же азартом интересом, мне кажется, как мы, постановщики, придумываем что-то новенькое, интересное, для того, чтобы перформанс был на ковре, какой-то незабываемый, да, всем запомнился, и чтобы в честь него прозвучали самые громкие аплодисменты. Точно так же сейчас для юных гимнасток изготавливаются купальники. Здесь я не могу уменьшить значение отношения Татьяны Ковыневой, потому что на своем опыте мы шьем купальник под индийскую музыку, и нам нужно было Сари. И она изучила все, все, все. И они с мужем мне в голосовом сообщении говорят, нужен красный, потому что это подкастовость, только богатые люди в красном ходили. А я говорю, Таня, у нас красный под мяч, мне нужен яркий. Сарин говорит, яркая Сарин, носят бедные. Тогда желтые, да. Да, бедные носят. И вот, то есть там настолько... И прочитала Шантарам, чтобы уж точно на самом деле, да, все... И она настолько точно к этому, я говорю... Во все попасть. Нет, 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 я говорю, у нас... Пускай будет бедная и диски черные. Ну, Таня, вообще совершенно уникальный человек. Я не помню, я рассказывала тебе или не рассказывала историю, как для Лалы Крамаренко на программу «Синяя птица», когда мы участвовали в этом конкурсе, телевизион юных талантов со всей России. Однажды участницей была Лала Крамаренко. У нас был номер. И мы сделали ей показательный номер под музыку из фильма «Криминальное чтиво». Ну, что-то мы там решили уж совсем тему Тарантино, знаешь, так многогранно использовать. И у нас был почему-то костюм, которым отношение мелко убить било в фильму, да. А музыка была все-таки из «Криминального чтиво». Такой получился интересный симбиоз, ну, под названием, да, Тарантино-Форева. Вдруг появляется идея сделать погоню. Погоня, погоня, погоня в горячей крови. Я звоню Тане. У меня пока полное непонимание на тот момент, что делать. Я говорю, Танечка, музыка Тарантино, этот костюм все отменяется. Будет погоня. И наш прекрасный комбинон надо покрасить. Его нужно превратить из черно-желтого в черно-красный. Пауза секундная. Таня говорит, я завтра вылетаю из Томска. Он у меня, вот уже я доклеила все, он у меня в руках, там до самолета какие-то уже считанные часы. И что ты думаешь? Она не справилась? Она справилась. Она приехала на киностудию Мосфильм. У нее в руках кисточка, краска. Комбинезон висит на вешалке. Все желтые эти линии, детали, фрагменты, вкрапления. Легким движением руки превращаются в красные. И у нас прекрасный комбинезон. Лала в этот момент полностью меняет вместе со мной композицию. И мы выходим и делаем погоню. В этом комбинезоне Сергей Безруков кричит, браво, я так рад эту фонограмму услышать. Я так рад эту музыку. У меня все забурлило в крови. Его эти эмоции, мы попадаем в финал. Вот это коротко, наверное, про арт-блеск. Любая задача. А ты видела, какой купальник произведения искусства для Алины Перфилевой она сделала, где она отрывает деталь на булавы. Смотри, пожалуйста. Да-да-да. О нем уже написали даже во многих гимнастических пабликах. Ну, это наша была идея, да. Я придумала. Да-да-да. Мы воспределили и граффити, и скейтборд, всю эту культуру на самом деле. Хотя, ты знаешь, изначально было очень много идей, и я их все сыпала, сыпала, сыпала на голову. Прям Таня. Но она все воспринимала вот так же благодарно и с радостью. И в итоге один эскиз другой. Не нравится, нет. Ну, еще что-то интереснее, еще что-то оригинальное. В итоге родился этот купальник, и действительно о нем заговорили. То есть это, понимаешь, это событие, да, когда ты что-то создаешь такое оригинальное, интересное, чего нет у других, и что цепляет. Да, о чем говорят. Что нравится, о чем говорят, да. И хочется продолжать это делать. Мы новые придумали сейчас. Танюша мучается с новой нашей идеей. Я надеюсь, что она тоже получится очень интересной. Она, может быть, не такая веселая, но тоже очень оригинальная. Заинтриговали. Заинтриговала. Но я зато точно знаю, что что бы я ни придумала, для художественной гимнастики, для гимнастических шоу, никто не боится этих задач в арблеске. Как я ее убеждала, что нам не нужен красный сарис томат. Это просто... Она говорит, она же у тебя не эта. А в итоге ты мне откроешь завесу, или я уже посмотрю сейчас в пенсии на соревнованиях какое-нибудь? К сожалению, и я его еще не видела. Отлично. Вот это интриговая. Возможно, она будет в старом купальнике. Я перед выпуском записала, я говорю, Татьяна, у нас купальник будет в Пензе? Она пока... Ну, возможно, она ответила, и я еще не видела. Тогда, Азиза, дорогая моя, у тебя нет никаких шансов не отобраться, потому что мы обязаны увидеть этот купальник вот на этом помосте. Это да. Там еще БП-купальник, который я тоже не видела. Подборочное соревнование, сшить новый, как моя бабушка говорила, наряд. Тогда, милости просим, продемонстрировать нам его чуть позже, на всероссийских соревнованиях. Мы и там, и там, мы готовы. А посмотри, какой здесь в этом зале свет. Здесь же камни играют. Здесь камни играют сумасшедшие, правда. Да, особенно ярко. Заглядение. Интересно, а это делали так специально для гимнасток? Это какие-то были личные указания Рины Александровны? Или это просто сценически так уникально для гимнасток подходит этот свет? Ты знаешь, мне кажется, мы с тобой сегодня столько задали интересных вопросов, на которых мы пока ответить не можем, но зато мы можем озадачиться, провести расследование и встретиться с тобой еще раз, и подвести итоги и юных гимнасток, или, например, я тебе все-таки расскажу о том, какие будут нововведения на следующих соревнованиях всероссийские юные гимнастки. И, кстати, сделать мы это можем с тобой в новом гимнастическом центре, который открылся в Атутинках. Там тоже такой же прекрасный свет? Там прекрасный свет, там прекрасный зал, там прекрасная будет атмосфера, но мы, конечно, будем ее создавать, будем над этим работать, потому что это вот только-только, как говорят повара из-под ножа. Совсем-совсем новое, свежее, и пахнет еще краской. Да. И новый подарок, такой новый зал. Атутинкам повезло, что у них есть такой зал, он, правда, невероятный. Нам всем повезло. Мы знаем, что это бесценный подарок для гимнасток, для тренеров. Такой зал, такие условия для нашего вида спорта. Мы же во многом нуждаемся. Нам нужна площадка, нам нужен масштаб, нам нужен помост, нам нужен высокий потолок, а там еще и панорамные стеклянные стены. Ты знаешь, у меня была такая мечта. Я когда-то давно была в Америке, увидела школу Миши Барышникова. Проходя мимо, увидела окна в пол. И вот эта возможность подглядывать за тренировочным процессом, все-таки юные балериночки стоят в этих розовых купальничках, такие ухоженные, такие причесанные, такие вдохотворенные. И я как завраженная стояла, смотрела в окошко и поймала себя на мысли, что я могу так стоять час-два и просто смотреть, потому что ты знаешь, бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как работает профессионал. И я подглядывала, мне было так интересно, я думаю, вот бы здорово. Зал гимнастики, чтобы тоже был вот такой, с огромными окнами, чтобы все видели. И мы видели солнечный свет, потому что мы в зале проводим большую часть дня. Это всем известно. И хочется иногда увидеть и солнышко, и дождь, и, конечно, в окошко это сделать. Можно и проще, когда тренируешься. И там есть такая возможность. Он светлый такой, он такой просторный. Надеюсь, у нас будет возможность там встретиться и поговорить с вами о гимнастике и о юных гимнастоках. И я стану самым посещаемым гостем вашей программы. Екатерина Сергеевна. Ладно, еще вас кромните. Я вас за это благодарю. Спасибо большое за то, что вы помните, вы думаете, вы уделяете свое эфирное время нашим юным гимнасткам, потому что, правда, есть мечта, хочется реализовать, хочется о них больше рассказывать, хочется их больше показывать, хочется, чтобы у совсем юных был интерес к тем, кто сейчас уже чего-то достигает. Но хочется сделать эту преемственность. И, конечно же, популяризация вот такая, когда мы об этом рассказываем, когда мы показываем фотографии, узнаем гимнасток, показываем какие-то кусочки из их жизни. Это очень-очень здорово. Это, правда, привлекает интерес к нашему виду спорта и желающих им заниматься. Это очень большое дело вы делаете. Я вас за это благодарю от лица всех, кто любит художественную гимнастику. Потому что я уверена, что все ко мне присоединятся. Екатерина Сергеевна, мы хотим сказать вам спасибо за то, что вы потратили, нашли время в вашем сумасшедшем графике. Я сейчас уже в аэропорт, видимо, поеду. И обычному обывателю, зрителям, родителям, которые, правда, нет этой информации, где об этом узнать. И многие додумывают что-то. На самом деле, все понятно, просто нет этой информации. И вы, как профессионал, рассказали, приоткрыли занавес этих, ну, скажем, одних из самых популярных и известных соревнований в России, за которыми наблюдают, мало того, мне кажется, и мир будет наблюдать, потому что как раз на этих соревнованиях... Лучшие юные гимнастки в мире выступают. И все, кто истинно любит художественную гимнастику, а не рвется за медалью «Здесь и сейчас», будут смотреть на юных гимнасток России в первую очередь. И это правильно, Азиза. И это правильно. Если у вас остались вопросы, связанные с соревнованиями юные гимнастки... Пишите Азизе, пожалуйста. Пишите Азизе. Пишите Азизе. И обязательно смотрите этот старт, потому что там правда будет интересно. Екатерина Сергеевна, будем болеть за наши гимнастки. Спасибо вам большое, что поговорили о юных гимнастках. Спасибо большое, что вы меня пригласили. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин